Значит, что мы знаем вообще про Машех Бан-Юсефа, кроме того, что вот он погибает? Почему, собственно, он погибает? Он идет на самопожертвование, да? Машех Бан-Юсеф. Значит, идея состоит в том, что такое Машех Бан-Юсеф? Он жертвует собой во имя народа. Ну, по-простому, как бы, мы немножко забыли. Короче говоря, значит, вот эта теория, так сказать, не теория, как сказать, Турата Машех, да, она когда-то была в народе известна. Но потом ее спрятали из-за того, что пришло христианство. Это пишет Маниту в своей книжке. Потому что когда появилось христианство, то для того, чтобы не путать концепцию Машеха христианского с концепцией Машеха еврейского, эту Туру перевели в раздел «Скрытый Туру». И стали изучать в качестве кабалы, только отдельные, в отдельных кругах закрытых и так далее. И как следствие из этого, эта Тура исчезла, потерялась, забылась в народе. То есть, да, есть там отдельные мудрецы, которые изучали кабалы, так сказать, они это знали. Нам это как бы неизвестна вся эта история, да. Но на момент, так сказать, перед еще появлением христианства, это было частью открытой Туры. И поэтому христианство вполне себе взяло себе на вооружение эти аспекты. Постоянно с этим сыном Плотника, что он нашел на Машеху. Да? То есть, идея, так сказать, христианства, что сын Йосефа Плотника, да, который боролся за восстановление царства и пошел на смерть во имя искупления грехов народа, это взято непосредственно из еврейской традиции. Просто до нас она не дошла, потому что она была... И еще и потом Давида. Да, конечно. Вот. Урсен Йосеф и, да, Мух Шарова. Чтоб мало не было. Чтоб мало не было. То есть, иными словами, мы видим, что вот это самопожертвование Машеха бен Йосефа, да, ну хорошо, царь Шауль тоже, он бросается на меч, да, чтобы, так сказать, не было поругания. Совершенно верно. То есть тоже какой-то некоторый аспект такой, да? Значит, давайте мы рассмотрим еще один аспект. Кто из праотцов пошел на самопожертвование? Ицхах. Ицхах. То есть Ицхах в каком-то смысле является первым в еврейской истории, скажем так, Машехом бен Йосефом. Ну, Яков тоже, конечно. Ну, как он? Ну, что он, конечно. Ну, что это плохо? Четырех, может, конечно. Четырех, да. Так вот, короче, значит, получается такая вещь, что... Что это намекает на Акидат Ицхак, на самом деле. Это некая модель. Ну, всего-ни-всего не знаю. Это идея замены жертвы и замена служения и так далее. Да. 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 Значит, давайте быстренько рассмотрим эту Акидат Ицхак, и нам, может быть, станет яснее это все. Значит, с чего начинается Акидат Ицхак? Начинается Ассоффе «было» после этих событий. Таких событий. Значит, Авраам поделил землю с Авимеллахом, с тем самым всеми Плештинами, да? Он, скажите, они договорились, тот пришел, сказал, вот, давай, поклянись мне, сказать, что мы друг другу вообще на банате не будем, сказать, у нас мирный договор с тобой, так сказать. И он согласился, да, поклялся, там, семь этих барашков поставил, там, Бейершева, да, там, через два раз Бейершева получил нас гонили на это. Ну, да, он поклялся, да, колодец клятв. Значит, и дальше говорится, так сказать, то, что говорят комментаторы. Комментаторы говорят такую вещь, что я тебе, собственно, твоему потомству заповедовал эту землю. И мало того, что я заповедовал эту землю, я тебе дал потомство для этого, ты был уже сто лет, у тебя не было этого потомства, я тебе его дал. А ты со своим хэсэдом безграничным, значит, решил раздавать мою землю, кому попало. Значит, не хочешь, не надо, так сказать, верни потомство. Я тебе, так сказать, сделал чудо, чтобы твоя жена могла родить 90 лет. Так сказать, и тебе там добавил букву к имени, чтобы ты был в состоянии, так сказать, это сделать. А ты разбазариваешь мою землю? Верни назад сына. Да, то есть, как бы, с этого начинается. И как следствие, Авраам вынужден идти, так сказать, переносить цены в жертву. Да, это подоплека, как бы, всех этих событий. Более того, там, Рапширкер раскопал где-то комментарий, что слово Неса, Ашин Неса, это Авраам, да, испытывал Авраама Всевышний. Что слово Неса можно перевести, как Мецаэр, как сказать, расстраивать, что Всевышний хотел расстроить Авраам. Оказывается, есть такой комментарий, не знаю, откуда это берется, но вот кто-то так, ну, да. То есть, иными словами, он им говорит, ты со своим безграничным Хессоном решил раздавать землю, значит, тебе придется за это поплатиться, так сказать, ты сейчас за это принесешь жертву своего сына. Да, значит, в результате мы знаем, что это как бы не произошло, но Медраж почему-то нам говорит, что нет, это таки да, произошло, что поскольку сказано, что теперь я знаю, что ты там богобоязнен, потому что ты не пожалел, лоха сахта, не пожалел, ах, лоха сахта, значит, ты его таки зарезал там, и дальше Всевышнему там дал другую душу там и так далее, да, то есть Медраж нам рассказывает некие дополнительные подробности, не очень понятно, зачем он это делает, да, пока что не очень понятно. Вот, но тут мы видим некую тонкость, да, что вот этот Хессет безграничный, который идет вразрез с предназначением Авраама, он приводит, по сути дела, к последствиям, к таким, как уничтожить жертвоприношение Ицхака. Вот, теперь я хочу задать вам следующий вопрос. Что такое Авраам? Авраам это какое самосознание? Универсальное. Универсальное. А что такое Ицхак? Национальное. Получается, что универсальное самосознание приносит в жертву? Национальное. А что делать национальное? А что делать национальное? Идет на самопожертвование. Как это работает в нашей истории? Альталена. Альталена. Будем плакать. Альталена, этот самый... Гушкотиев. Гушкотиев. И предательство, Эцежа. И смирение против. Но мы же не можем стрелять в своих братьев за то, что они убили нас. Совершенно верно. Альталена. Альталена. Бен-Гурион сказала... А без ли ружья Эцеба? Ну, да. Какая-то национальность. Мы-то договоримся с... Они называли их фашистами. Адольф Бегин. Бен-Гурион. Пытался договориться с британскими, да? С Каттонами... Били Пантелейни, чтобы бить Бегина. По большому счету. Потому что пришла не в оружие, а бить. Ну, хорошо. Бегин сказал, мы назад стрелять не будем. Правда? То есть это четко... И несколько человек там положили. Потом в волнах Каскатрабин там хвастался этим и так далее. То есть получается, что... Сейчас за это дойдем. То есть вот эта вот ситуация, когда... Универсальное, как бы, самосознание, так сказать, приносит в жертву национально. А те не отвечают, да? Не возвращают этот файт. Оно, так сказать, несколько раз на протяжении истории мы видим, действительно. Не возвращает, имея в виду, что Ицхак не сопротивлялся. Ицхак не сопротивлялся. Ицхак пошел на самопожертвование. То же самое с Кушкатифом. То же самое, так сказать, Ицхак на Агавава, и ты на цех, да? У нас, если будет, она победит. Понимаете? Значит, я вам в качестве такой, так сказать, оригинальной идеи подброшу. Не моя идея, это идея быни и шалом. Но есть такой очень серьезный такой, наверное, раввин, не знаю, глава Мураши, Мураши, это была такая, типа синагоги или школы, там, Мураши, вы не знаю. Он выдвинул идею, что убийство Рабина подпадает под убийство Мураши Кубан Юсефа. Я, как бы, всегда считал, что это такая шутка, как бы. А в последнее время я стал понимать, что это совсем не шутка. Потому что, если вы помните, первое, что сделал Перец после убийства Рабина, он продвинул, попытался продвинуть переговоры с Сирией по ходу Галан. А Рабин опирался рогом и не хотел. Ну, смотри, ты Миристан не читал. Миристан не читал. Ну, что ты читал. Версии, что они работали по параллельным направлениям, у них было соперничество. Перец собирался через Францию отдать Галан. А Рабин собирался через Америку отдать Галан. То есть, это не после того, в любом случае, это, наоборот, преддверие было, убийство, и, может быть, даже... Они соперничали, разумеется, но при этом были вещи, которые Перец собирался делать, хотел делать, и проталкивал. А Рабин сказал, это, так сказать, откан. И это Иерусалим и Галан. Иерусалим и Галан, и пойти за 6 дней это убийство, он... Ну, в любом случае, я не настаиваю на этой версии. Ну, Перец сказал, что я не торговля, но... Это было. Если так, то Рабин в этой ситуации повел себя как более национально, чем Перец. Перец, французы и так далее, они как бы ходили слева, а Рабин в данном случае сыграл роль правого. Да, значит, и, ну, понятно, что мера за меру, то, что ты сказал, это четко совершенно сработало, да? То есть, в той ситуации Рабина расстреливала Толена, он был со стороны, с одной стороны, а тут он оказался в другую сторону, со всеми вытекающими, да? Вот. Значит, я добавлю еще одну вещь. Есть, как бы, с этой Акидат-Ицкак еще некоторые идеи. Ну, во-первых, потоп, да, всемирный потоп. Что такое всемирный потоп? Это проявление чего? Хэсэ. Вода, это... Это хэсэ, да, вода... Это было из первого попытка дать миру тоже. Да? Да? Да, он не готов. Ну, да, да, совершенно верно. То есть, иными словами, Всевышний убирает Кбуру, которая до сих пор сдерживала шлюзы, да, открылись хляби небесные, и вся вот эта вот безграничная хэсэ, она просто затопила мир, вот и все. Ну, хорошо, да. То есть, иными словами, мы видим, что хэсэд может быть абсолютно безграничный, он может уничтожать ничуть не хуже Гвуры. Четко совершенно. Теперь я хочу обратить ваше внимание, на каком фоне все это происходит, да? Нам говорится, с одной стороны, что извратила всякое плоть в путь свой на земле, а что это значит? Это значит, что границы между разными видами животных и людей, так сказать, были нарушены, разрушены фактически, да? То есть, был безграничный хэсэ, да, Гвура, который выставляет границы, была просто убрана. И поэтому у нас как бы свободная любовь, что там? Мы, так сказать, вы нам не будете рассказывать, кого любить, да? Ну, об этом мы говорим в самом начале. Окей. То, что это крайняя сторона, так сказать, любого, допустим, хэсэда, вот этот разгран, да, это... А с другой стороны проявился Хамас. Вот, совершенно верно. А с другой стороны проявился Хамас. То есть, воровство, то же самое абсолютно, мое-мое и твое-мое, да, так сказать, нету границ, да? Значит, в тот момент, когда вот мы видим два таких проявления, не знаю, может, их и больше было, но вот в том, что я помню, два, как бы проявления вот такого безграничного хэсэда, то идет мера за меру, приходит потоп. Да? То есть, он не случайно, как бы, именно так, а не иначе. Там мир не сожжен, скажем, да? Да, ведь огонь у нас союжится с гвурой, а вода союжится с хэсэдом, да? Так вот, в данном случае мир именно затоплен. Затоплен, то есть, именно мера за меру происходит, да? Да, если мне тогда какую-нибудь интересную ситуацию, что именно вот извращения, которые были в доме, они были погублены огнем, то есть гвурой. Почему-то, он говорит, что сера лилась. Сера. Лилась, это не значит, что это вода. Там был огонь, там была механическая деятельность. Вам это уже верно. Но в любом случае, если мы говорим... В доме, это не проявление хэсэда. В доме, это проявление суда, извращенный суд. Был хэсэд в отношении к окружающим. Нет, там не было никого, это доморок, это клейпат-горы, это извращенный суд. Да, они там у Карачёли. Я пробовал отношение с дома, завтра в Тельвиве по разборности, в Шельгих-залу. Так что, желающих посмотреть на 80-летний годников, пожалуйста, это значит, что завтра делать. Это вот всё про те крайности. Да. Это вот что-то такое, что-то уже... Так, хорошо. Тут у нас и хэсэд безграничный, и суд у нас, который уже тоже не гура, бог знает, что... Значит, поставьте, я предложу вам некую идею, которую я услышал там у Иглома, отнимая идею, а он у кого-то читал. То есть идея интересная, а отставить её я не буду заранее, я просто признаю, потому что я не могу сказать, что я её продумал до конца. Значит, по ту же схему предлагается рассматривать катастрофу. То есть так же, как потоп является проявлением хэсэда и смывает всё на своём пути, так же и катастрофа, только в более локальных масштабах. И мы видим, что она уничтожает безразбор и грешников, и правителей. То есть точно как хэсэд, безразбор, всем, да, раздаётся. То есть получается такая штука, что есть некое жертвоприношение Ицхаха глобальное, то бишь потоп, когда всё человечество приносится в жертву. Потом есть жертвоприношение только еврейского народа, это катастрофа. Да? И дальше возникает вопрос, что дальше, как бы мы ещё... Жертвоприношение одного отдельного еврея и было уже однажды. Да, было. Окей. Я имею в виду, что перед нами... Значит, перед нами ещё последняя фаза войны Гога и Магога. Я не знаю, как бы, что дальше, да, так сказать. Потому что, если нам говорится, что Машек бен Юсеф погибнет, да, и если мы не идём по версии Рава Кука, что это вот модернизм, который погиб, да, который постмодернизм его принёс в жертву, если угодно, да, если мы считаем, что сейчас, так сказать, Машек бен Юсеф должен ещё раз справиться с Ираном, потому что он ещё... Мы ещё не стёрли потомков Амалека, да, так сказать, заповедь, который мы ещё должны исполнить, да, так сказать, после этого возникнет опасность, как бы... Это вот Машек бен Юсеф не убил армилу Сараша, да? Да? То есть мы можем посмотреть на это так примерно, что вот если внутри народа Израиля возникнет раскол, и Машек бен Юсеф будет гоняться за Машек бен Давидом, так же, как Шауль гонялся за Давидом, да? Ну, это то, что мы имеем. Это то, что мы имеем сейчас, да. То тогда, как мера за меру, приходит этот армилус извне, да, и атакует Израиль. Конкретно Машек бен Юсеф атакует. Ну, смотри, сейчас, в принципе, по идее получается такая штука, что мы, да, это имеем, но динамика получается, как по товарищу Сталину. То есть народ правеет, а левые звереют. Причем совершенно непропорционально с потерей собственных позиций. Они теряют позиции, и при этом они обостряют свои действия. Ну, это естественно, но... По Сталину, по Сталину, да? По Сталину, по Сталину. По Мире и по Мире, еще. Ходите они же... Класс выбор, базис. То есть это интересно, что именно так оно и происходит, как и по Мире и Честнам. По этой самой логике. И таким образом, возможно, тут действительно... То есть получается такая интересная вещь, что ура, мы ломим гнутся шведы, не работает, потому что гнущиеся шведы, несмотря на то, что левые теряют вроде бы свои позиции, они усиливаются в политическом плане. Таким образом, вот этот паритет остается. Так, да, согласен. И вопрос остается открытым. Да, но на нашем заседании мы... То есть даже если у Ликуда, грубо говоря, у Ликуда будет 50 мандатов, 60 мандатов, 6 мандатов, богатство продолжает держать свой верх и диктовать, и иметь эту силу. Бокатство я еще плохая просто. Нет, нет, я имею в виду богатство. Так, давайте еще три минуты. Давайте три минуты, и на этом мы остановимся, хорошо? Значит, получается такая штука, что этот самый Авраам, универсальный, приносит жертву Ицхака национальную, но в последний момент происходит подмена, правда? То есть вроде Папшату, по крайней мере. Вроде бы происходит подмена. Да, да. То есть Папшату, он все-таки его не убил, а он все-таки вместо него принес этого, а или как он, барана, барашка. Значит, возникает вопрос, что это за барашек. Значит, барашек очень интересный. Про барашка говорят мудрецы, что он был сотворен в 6 дней творения, в конце, значит, в сумерках, так сказать, между 6 и 7 днем. То есть, ну, во-первых, сумерки между 6 и 7 днем, это уже как бы... Ну, это как бы наше время, это окончание шестого тысячелетия, до конца шестого дня, наступление уже вот-вот шаббат. Эра в шаббат уже у нас наступила, мы только что говорили, что 67 год, это последний год перед наступлением эра в шаббат. То есть, мы как бы уже в сумерках более-менее, да, мы приближаемся уже к седьмому тысячелетию, то бишь с собой. Да, то есть, как бы понятно, что когда они говорят, что это что-то сотворено нам в сумерках там шестого дня, то оно должно сыграть сейчас, правильно? Как бы, если есть соответствие какое-то. Теперь, что нам говорится? Мудрецы говорят, что этот барашек, значит, запутался рогами, значит, в кустах, значит, и дальше нам говорят, что один его рок, это рок, который трубил у горы Синай, другой урок, это рок Машеха, который, значит, там возвестит об избавлении, там и так далее, да. То есть, нам как бы намекают, что это не простой барашек, да, это барашек специально изготовленный дворцом, значит, во время сотворения мира, и вот он специально туда помещен. Ну, я не очень, как бы, понимаю все это, что мудрецы хотят сказать, честно говоря, но понятно, что это что-то такое мессианское, да, сказать, что это за такая штука, которая... Это сотворение мира, это посох Харарона, это уста, помотивший Короха, и это, по-моему, вот этот барашек. Да, да, и есть там, значит, то есть, там есть Машех, да, Машех, там есть у него, так сказать, рог этот, в который ты любят на горе Синай, есть рог избавления, там и так далее, да. Значит, это одна линия комментария, и понятно, что вот именно этот Машех, он как бы приходит на помощь тому самому Ицхаку, как бы, да, то есть, вместо того, чтобы его приносить в жертву, значит, появляется вот этот вот барашек, да, зачетный барашек, да, и его спасает, да, Причем, у нас есть вот эта вот известная вещь, что нужно молиться за Машех и Бан-Юссов, и чтобы он не погиб. Да, значит, тогда получается, что Ицхак идет на самопожертвование, и чтобы его спасти, кто-то другой идет на самопожертвование. Так, кто? Хороший вопрос, хороший вопрос. Значит, я сейчас не буду эту тему развивать, хотя есть комментарии, можно их почитать, что действительно там есть кто-то другой. Что-то есть два барашек, каждая же, они говорят другое. Что-то самопожертвование спасает национальный лагерь от самопожертвования, на который он готов идти. Да, что-то такого. Более всего происходит, что национальный лагерь спасает барашек, наоборот. Так, значит, смотрите, есть другая версия, есть другая версия комментариев, да, я хочу на ней остановиться сейчас. Совершенно другая. Значит, Клиокар говорит такую вещь. Я зачитаю немножко, а дальше расскажу про с вами славя, потому что иначе не успеем. Значит, он говорит так. Говорит, мне кажется, что каждый грешащий и многоспорящий уподоблен человеку с рогами, упадающийся в направлении небес. В преступлениях между человеком и Всевышним, да, то есть есть преступления между человеком и Всевышним, Мадам Лимаком, а есть Мадам Лиховеро, да, между людьми. Да, так он говорит, что тот, кто бодается с небесами, словно, да, грешит в отношении небес, да, значит, он уподоблен человеку с рогами. Как объяснил Раша в Лех-Леха, не знаю, что там имеется в виду, и также сказано про народы в Даниэль. Бык, которого ты видел, обладает рогами. Так и тут аллегория приводит быка с рогами, ибо есть бодающийся вверх, это грешник в отношении небес. А большинство рогов животных обращены направо и налево, ибо так человек, грешащий в отношении ближнего, наносит ему ущерб и в продолжительности жизни, то есть справа. Продолжительность жизни – это справа. И в богатстве и чести, то есть слева. Понимаете? То есть он говорит, ущерб ближнему может быть нанесен в правую сторону и в левую сторону. Вправо – это продолжительность жизни, то есть можно его, так сказать, боднуть так, что жизнь у него укратится. А можно боднуть в другую сторону, это ударит по его богатству и чести. Вот что он говорит. Поэтому Адам решен, первый человек, который был единственным в мире, и согрешил он в отношении небес, поэтому приготовлен ему для искупления – единорог с одним рогом на лбу. Он ссылается на трактат Хулин. То есть рог на лбу направлен наверх, ибо тем, как согрешил, тем и исправит. И отсюда выучили Хазаль, что у него был именно один рог именно на лбу. То есть получается, что Адам, который согрешил в отношении Творца, поскольку других людей как бы не было, он уподоблен, так сказать, ему нужно принести в жертву единорога. У него один рог на лбу, потому что он направлен в небеса, и он бодается с небесами. Но во всех поколениях грешник приносит быка или барана или козу с рогами налево и направо, и скупит грехи в отношении ближнего, ибо даже грешащие в отношении небес в любом случае наносят ущерб и ближним тоже, созданиям тоже. Да? Ну и дальше он продолжает этот комментарий. Дальше он говорит, что в зависимости от ущерба, который человек может принести, он должен приносить жертву. Там кто-то приносит быка. Если это коин, который обладает большой властью, то он должен принести быка. А кто-то послабее должен принести барана. А кто еще слабее, там козу. Абсолютно нищий, который, так сказать, может только крыльями трепыхать, он должен принести горлицу или там голубя, да? То есть он объясняет иными словами, но, говорит он, все равно это некий ущерб, да? Что даже если курица бьет крыльями, она все равно, значит, наносит тем самым ущерб там кому-то. То есть, иными словами, он уподобляет этого барана грешнику. То есть, как бы народ Израиля, да, он уподоблен грешнику в данном случае, который бодается с ближними, да? И дальше он, значит, говорит, что этот баран, значит, бежал к Аврааму, что ли, а Сатан пытался его остановить. Пытался его остановить. Это, видимо, предыдущая версия, это, видимо, связано с Машехом как раз. Пытался его остановить, и он запутался не просто в кустах, он говорит, запутался в Илан. Илан – дерево, да? А дерево, понятно, что это древо познания добра и зла. Только в нем можно запутаться. Да, то есть тут еще намек, только далеко идущий есть. То есть, что получается? Если очень примитивизировать это все, получается такая штука, что когда у нас идут противоречия между универсальным эмоциональным самосознанием внутри народа, то спасает нас на самом-то деле кто? Кто в состоянии преодолеть… Нет, это я не хочу долезть. Как бы тот, кто не бодается, вот что я хотел сказать. То есть, единство, вот что спасает. То есть, грех состоит в бодании. Грех, то, что объясняет нам этот Клиокар, он говорит, что человек, который совершает грехи в отношении ближнего, он уподоблен животным с рогами налево и направо. То есть, он бодает своих ближних этим рогами. То есть, приносится в жертву кто-то? Тот, кто не бодается ни направо, ни налево. Ну, или же можно по-другому, что это выход, да? Что выход состоит в том, чтобы найти единство какое-то, найти синтез. То есть, жертву приносится… Хорошо. Допустим, мы не будем… Те, кто бодаются, приносит жертву, да. Допустим, мы не будем персонифицировать этого барашка, чтобы не найти кого-то, Ивана Петровича, который заплатит за всех, и, значит, на его могиле все подружатся, как Рома Аджелета. Допустим, лечить в виду какой-то концепции. Какой-то концепции, которая сможет объединить и выйти из этого положения. То есть, избавить национальный лагерь от самопожертвования, должна какая-то концепция, которую пока мы не видим. Да, именно так. Но именно эта концепция будет обладать свойством небодания. Да. То есть, иными словами, то, что я пытаюсь сказать, если завершить… И вот эта вот идея, что она вязнится, тирога, ее вязан в три познания добра и зла, вообще-то тут получается очень интересно. То есть, это надо раскапывать… Это есть тут. Тут надо раскапывать, понятно, что это не зря они… Потому что, немножко благодаря этим уточнениям, сужается область поиска, как бы, возможно… Дело в том… Дело в том, что… 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 Разница между оптимистом и пессимистом. Будет такой вопрос. Когда пессимисты говорят, хуже уже не будет. Да, а пессимисты говорят, будет, будет. Ну да, да. То есть, иными словами, вот этот Машех, да, про который мы говорим… То, что говорит Веленский Гаон, что Иерусалим будет объединен, когда будет сотрудничество между двумя Машехами, да. То есть, иными словами, когда мы найдем какой-то синтез между всеми частями народа, да, вот тогда будет День Иерусалима. Вот то, что намекает Гаун. И он говорит на 42-й день? Он говорит, что 43-й день он обладает вот этим вот потенциалом… 43. 42-й. Потому что мы сказали, что это временно, потому что это дано БХС, и мы должны это захватить по-настоящему. То есть, не так, что нам свалилось, когда мы не хотели. Мы должны хотеть. Когда мы захотим это захватить, мы захватим. Вот. Примерно так. Примерно так.